МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба 1-го карагандинского. В студии работает Ирина Камышова. Коротко о главном. Карагандинские товаропроизводители представили свою продукцию в Астане. В Караганде состоялось осеннее кэт-шоу. Супермарафон. Последователи танцевального фильма «Шаг вперед 3» в Караганде. Подробнее смотрите в репортаже Амины Смаковой. Один из домов по улице Осивай уже неделю отключен от электроснабжения. Причиной тому является не авария на электросетях, а ультиматум компании Горкомхоз. Коммунальщики хотят вынести приборы учета на лестничную площадку. Жители с этим не согласны. Споры между людьми и услугодателем длятся уже несколько месяцев. Амина Смакова с подробностями. Пожалуйста, вот, включаем лапы. Ирина Еремина и ее домочадцы без света больше недели. Несколько дней на сухпайке, нервы на пределе. Холодильник, титан, электроплита не работают. Продукты приходится хранить у родственников. Там же вынуждены и ванну принимать. У всех 90 квартир в доме. У всех нету света. Половина, а может даже 60 процентов, маленькие дети. Семьи есть многодетные здесь, бабушек очень много здесь. Света нет. Дом по улице Осевая 6 состоит на балансе городского коммунального хозяйства уже два года. Прошлым летом дорожные строители, прокладывая здесь асфальт, повредили электрический кабель. Тогда, рассказывают местные жители, горкомхоз проблему устранил. А недавно коммунальщики без согласования с жильцами вынесли счетчики в общий узел на лестничную площадку. Вообще, а кто вообще имеет какое право изменять домовые электрические сети? На каком основании? Счетчик куплен за мои деньги, он стоит как надо. Все, счетчики, вся проводка лежит так, как ей нужно. Все, я контролирую, я слежу за этим. Мы им претензии предъявляли в письменном виде, что мы не согласны с выносом счетчиков. Нет, нас это тоже не устраивает. Их ничего не устраивает. И в открытую нам говорят, что мы менять вам кабель не будем. Значит, денег нету на замену кабеля, а за свой счет выносить счетчики. У них есть, значит, средства. Жители возмущены. Рассказывают, после того, как приборы учета установили в новом месте, нет возможности посмотреть показания счетчиков. Люди подозревают, что и платить за свет они стали больше. Когда перевели эти самые счетовые, что я сейчас не вижу счетчика, все, раньше было меньше, но сейчас прибавка все больше и больше. Вот, уже выключила и чайники, все эти самые приборы все убрала. Работает только титан, телевизор, компьютер, холодильник, все. И приходят счета все равно большие. Требование людей горкомхозу – полностью заменить электрический кабель. А уже после этого жильцы всех подъездов согласятся на вынос прибора учета в общий узел. В горкомхозе пояснили, вынос приборов учета в общий узел – мера необходимая. Таким образом, коммунальщики будут контролировать потребление электричества. Говорят, были случаи вороства энергии, особенно в зимний период. Так недобросовестные жильцы пытаются отапливать свое жилье. Пока ведутся переговоры с жителями дома, свет в квартирах не появится. Мы согласны за счет своих средств в этом году это сделать. Именно от них нужно только протокол согласования, чтобы вынести отдельную счетовую. Параллельно, как дубликат даже. Не как это, а как, чтобы дублирующий счетчик был. Чтобы мы знали хотя бы, знали, кто именно этим занимается, воровством. Вот этого мы хотим, больше ничего. Амина Смакова, Руслан Амандыков, Асхат Абидуа, 1-й Карагандинский. Карагандинцам рекомендуют набрать суточный запас питьевой воды. Компания Караганды Су сообщает об отключении холодного водоснабжения. В связи с ремонтными работами 2 октября будет прекращена подача воды в Новом городе, Михайловке, поселке Актас и Кирзаводе 3-4. Работы будут начаты 1 октября в 23.00 и окончены вечером 2 октября. Более 800 тонн сельскохозяйственной продукции привезли аграрии Карагандинской области в Астану. Здесь прошла ежегодная продовольственная ярмарка. Столичные жители могли купить мясо, овощи, фрукты по самым низким ценам. Площадь перед Конгресс-холлом шумит. Сквозь народ трудно пройти даже руководителям Астаны и Карагандинской области. Каждый район, приехавший на ярмарку, зазывает отведать именно его продукцию. Весело, с песнями, танцами проходила Карагандинская ярмарка в столице Казахстана – Астане. До этого здесь побывали уже 4 региона страны. Удивить столичных жителей сложно, но карагандинцы удивили своими товарами и своим радушием. Карагандинская область, все это прекрасно знают, самая крупная область Казахстана, с мощной промышленностью, с хорошей сельскохозяйственной составляющей. И Карагандинская область действительно очень достойно подготовилась. Не в обиду будет сказано другим регионам. Они привезли более 800 тонн сельскохозяйственной продукции. К примеру, все 4 области вместе взятые реализовали 1200 тонн сельских товаров. Такая ярмарка, конечно, и презентация экономического и сельскохозяйственного потенциала региона. В этом году у нас небывалый урожай за последние 20 лет нашей независимости. И мы сегодня представляем всю ту продукцию, которая выращена руками непосредственно самих сельскохозяйственных производителей, которые находятся сегодня здесь. Область сегодня представлена 9 городами, 9 районами. Позитивные перемены на селе видны невооруженным глазом. Увеличиваются посевные площади, укрепляется кормовая база. Идет серьезное государственное субсидирование сельского хозяйства. И хочу сказать о своем округе, что у нас действует и работает в аграрном бизнесе 53 крестьянских хозяйства. В этом году мы посеяли 17 900 гектаров зерновых культур. Нужно отметить то, что в последние годы мы занимаемся диверсификацией сельскохозяйственного производства. Значение сельскохозяйственной ярмарки нельзя оценить только цифрами и проданным товаром. Это и взаимное обогащение различного рода фестивалей в национальном колорите. Баурсака, кумыса, плова. И все это проходит среди 85 палаток с товарами. Привезли 10 тонн мяса, из них 6 тонн говядины, 2,5 тонн баранина и 1,5 тонн конина. Кроме этого, 2,5 тонн привезли все молочное изделие и 500 литров кумыса. Останчане остались довольны. Качество товаров отменное, да и цена на 20% ниже устоявшейся в столице. Цена меня очень устроила. Не думаю, что в Астане у нас можно за такую цену купить такое качественное, хорошее продукт соцветное мясо. Все товары качественные. Я даже нигде не видела. Даже картошку, что такое, чуть-чуть плохие, я даже не видела. Все качественное, очень хорошее. Спасибо. С бытовой точки зрения ярмарка – это праздник живота и приготовления запасов на зиму. А с другой… Это вопрос единения, единства, сплоченности нашего страны, государства, народа. Это прекрасное, великолепное мероприятие. Два дня ярмарки пролетели незаметно. Но впечатлений хватит до следующего года. Так что до встречи. Сельскохозяйственная ярмарка 2014. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Ярмарки прошли и в Караганде. Свою продукцию представили местные товаропроизводители. Цены, как и обещали, ниже рыночных. Торговля развернулась в центре города и на юго-востоке. У торгового дома «Гринмарт» с самого утра не протолкнуться. Сюда приехали горожане, а товарятся по низким ценам. Ассортимент большой, качество хорошее. Большой спрос в минувшую субботу был на яйца. Они реализовывались по цене от 110 тенге. Очередь выстраивалась и за мясной продукцией. Сельскохозяйственную ярмарку посетил глава района имени Казбекби Рустем Кабжанов. Здесь вы можете приобрести овощи, мясо, рыбу, яйца, масло, мед. Вся продукция, которую сельскохозяйственные товаропроизводители могут нам предложить. Поэтому здесь по сравнению с даже рыночными ценами, видите, цены ниже. Цены нормальные, конечно, ниже, чем как это. Что купили сегодня? Сегодня я купила яйца по 117. Теперь вот тут купила ветчину индишинную тоже. Вот этот магазин очень хороший. Тут все дешево в этом магазине. Так что пусть он все время торгует. Для нас, пенсионеры. Почаще бы приезжали, почаще бы делали. Все хорошо, все дешево, все нормально. Как раз нам, пенсионерам, это все хорошо. Рахмет вам всем. Более 200 кленов посадили в Караганде в рамках общегородского субботника в минувшие выходные. В озеленении шахтерской столицы приняли участие студенты, ветераны, а также руководство области и города. Несколько десятков молоденьких кленов появились вдоль дороги у этнопарка. За лопату взялись Аким города Мирам Смогулов, заместитель главы региона Габит Мухамбетов, руководитель госучреждения, а также молодежь. Районированные саженцы выращены в лесхозе. В этом году лиственные породы деревьев привозят именно оттуда. Они дешевле, да и более адаптированы к местному климату. До сегодняшнего дня в городе высажено 50 тысяч саженцев. Саженцы взяты в лесхозе. Это районированные саженцы. Клен, вяз, тополь, семерлисты. В субботнике участвуют практически все предприятия, учреждения, высшие учебные заведения, школы, даже и детские сады. Привемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. Далее все самое интересное. Продолжение следует... Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая. Долина Нанди. Долина Нанди. Прекрасный выбор за вами. Впервые в Караганде с 5 по 20 октября. Большой московский цирк представляет. Лед, вода и огонь на острове Грез. Единственное в мире шоу гепардов. Смотрите и наслаждайтесь. Телефон 8777-04-47-127. Найти светлый и красивый бутик не проблема. Найти просторный офис для бизнеса не вопрос. Найти большой и надежный склад нет проблем. Все это здесь, в новом торговом доме Тумар. Мы предлагаем мясные продукты, рыбу, овощи, фрукты, канцелярские товары, посуду, моющие средства, сувениры и многое другое. И еще у нас большая удобная парковка, домашняя кухня, где можно быстро и недорого перекусить. Торговый дом Тумар – это ваш талисман удачи. Мы находимся по адресу улица Молокова, 108. К другим новостям. Накануне праздника в школе интернат номер 68 поздравили пожилых людей. Минувшую субботу для пенсионеров микрорайона «Восток-5» накрыли столы и устроили концерт. Это подарок от руководителя учебного заведения и депутатов городского маслехата. Стол со вкусностями и выступления талантливых школьников. Для людей преклонного возраста сегодня праздник. В 68-й школе собрались не все ветераны округи, а лишь те, кому позволило здоровье. Среди них и пожилые матери-героини. И прямо я так благодарна дирекции этой школе, им огромную благодарность за то, что они нас не забыли, за то, что они заботятся о нас, дарят подарки, накрывают столы. Это очень приятно. И хочу от своего имени поздравить всех пожилых людей. И ветераны угольной промышленности. Поздравляю всех с днем пожилых людей. И желаю счастья, главное здоровья, здоровья, здоровья. Будет здоровья, будете еще долго-долго жить. И те, кто на пенсию, вышел совсем недавно. Надо сказать, что очень большое внимание уделяется. Жан-Дилуханович, как депутат, проводя приемы избирателей, решает многие проблемы своих жителей. Честовать ветеранов в преддверии Дня пожилых людей в этой Майкудукской школе-интернат не впервой. Для педагогов и учащихся это традиция. Чтит представителей старшего поколения. Здесь учат с самого детства. Рассказывает директор школы, он же депутат городского маслехата Жан-Дил Мухтаров. Это традиция у меня каждый год в День пожилых людей приглашать. И если не приглашать, то идти по домам, поздравлять. Это, я думаю, что долг каждого гражданина нашего государства. Сказать спасибо о том, что они сделали для нас, о том, что они работали на благо нашего государства. Школьники не скупились на поздравления. Танцы, песни, стихотворения и сюрприз для присутствующих. Слайды с рассказом о жизни пожилых гостей. Ветеранов, кто не пришел в этот день на мероприятие, поздравят на дому. Школьники уже подготовили подарки и теплые слова пожелания. Ирина Камышова, Жасгабасов, Асхатай Бедулов, Первый Карагандинский. Управление здравоохранения области отметило День пожилых людей посещением ветеранов, которые отработали в этой отрасли не один десяток лет. Все подробности далее. День пожилых людей – не красный день календаря, но праздник уважаемый и важный для людей, посвятивших всю свою жизнь профессии. Шалпан Биманова почти 30 лет отдала развитию медицины в области. Вы столько лет отработали в системе здравоохранения. Хочу вообще отдельно сказать спасибо. Я сам, знаете, начинал работу только благодаря вам. Пришел в управление молодым специалистом. Хочу пожелать вам здоровья, крепкого. В этот день к ветеранам, то легенд адвокатов, конечно, приходят не с пустыми руками. Нина Ткаченко 50 лет отработала медиком. Полвека в профессии. Ее мужу Владимиру Ткаченко уже 90. Известный в городе ветеран войны и труда. Подарки получать всегда и всем приятно. Еще приятнее, что люди помнят. Значит, не зря прожита жизнь. Мы посетили тех ветеранов, которые отдали многие годы своей работы в управлении здравоохранения. Преподнесли небольшие презенты. Ну, эта акция проводится у нас не в первый раз. Ежегодно мы проводим такие акции. И я думаю, это очень хорошая традиция, которая в последующем будет продолжена. Когда говорят о преемственности поколения, о связи между прошлым и будущим, то такие люди и осуществляют эту самую связь. Бенгальские коты и курильские бобтейлы в Караганде состоялось осеннее кэт-шоу. На традиционной выставке кошек в шахтерской столице были представлены 12 пород кошачек со всего Казахстана и России. Репортаж Алины Акбаевой. Таис Голден Леди кошку бенгальской породы привезли из Тимиртау. Ей всего 6 месяцев. Однако эта представительница кошачек уже успела завоевать титул юных чемпионов. Хозяин котенка рассказывает, что эта порода кошек очень ласковая и подвижная. А любителям пушистой живности придется раскошелиться. Стоимость бенгальской кошки на казахстанском рынке от 1000 долларов, а за рубежом цена достигает 6000 евро. Это бенгальская порода, достаточно редкая не только у нас в Казахстане, не только в городе даже у нас, но и во всем мире. Это гибридная порода, которая получилась в результате скрещивания азиатской леопардовой кошки и домашнего кота. Для того, чтобы получилось вот такое шикарное животное, нужно, чтобы прошло не менее четырех поколений. Тогда это уже считается настоящей бенгальской кошкой. Новинка карганинской выставки кошек – курильский бобтейл. Их привезли из Астаны. Они отличаются дружелюбным характером и особо крупным размером. Вес самцов может достигать 12 килограмм. Породы очень интересные. Они идут крупнопородистые. Кошка вырастает размером до русского спанеля. Особенность у них идет короткохвост. Они рождаются с такими хвостами, хотя многие думают, что у них хвосты купируют. Нет, у них хвост при рождении уже идет короткий, идет с изломами. Задние лапы у них идут гораздо длиннее передних, и поэтому, когда они бегают, создается ощущение, как будто зайцы. Выставка кошек в Карганде проводится два раза в год. Здесь можно не только полюбоваться усатыми созданиями, но и приобрести понравившегося котенка. В Каргане проходят два-три раза в год такие выставки. Наш клуб, Центр кинологии и фенологии Аркойка, зарегистрирован в городе Астана. Мы проводим эту выездную выставку. Здесь около 60 животных, 12 пород. Из редких пород здесь представлены бурмы, бенгальские кошки и деванрекс. Остальные породы достаточно распространены в Казахстане. На осеннюю выставку кет-шоу всегда приводят самых лучших представителей своих пород. Каждый желающий может не только полюбоваться пушистыми зверюшками, но и идти, прихватив с собой нового усатого друга. Мы продолжаем выпуск. В Караганде прошел областной фестиваль современных и уличных танцев. На одной площадке столкнулись опытные профессионалы и начинающие танцоры. Впервые в Караганде проходит областной фестиваль современных уличных танцев. Более 30 команд собрались, чтобы послезаться друг с другом. Как говорится, на других посмотреть, себя показать и получить главные призы. Фестиваль проводится впервые. Организаторы проекта отмечают, что заявок на участие в этом танцевальном фестивале было много. Отбор не проводился. Все, кто хотел продемонстрировать на большой сцене свои способности, сделал это. Сегодняшнее мероприятие даст еще один новый толчок для молодых людей, чтобы заниматься спортом, заниматься танцем. Танцоры выложились на 100%. Отточенные движения, слаженная работа, яркие костюмы. Каждое выступление уникально, ведь главные условия конкурса не повторятся. И мы надеемся, что мы выиграем и получим первое место. Мы приготовили уличные танцы. Кто участвует в номинации «Веселые», «Современские», «Юношесые». Призы за победу солидные. Отметим, что призеров оказалось несколько. Есть три номинации по двум категориям. То есть это соло начинающие, соло профессионалы, дуэты начинающие, дуэты профессионалы, команды начинающие, команда профессионалы. То есть шесть победителей у нас будет. Каждому будет вручен денежный приз плюс диплом о том, что он победитель. Амина Смакова, Сергей Высокосов, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский. Ресторан «Болеро» не перестает удивлять карагандинцев. Хорошее обслуживание, уютная обстановка, живая музыка и, конечно, отличная кухня. «Болеро» славится на всю шахтерскую столицу благодаря изысканным блюдам европейской кухни и не только. Попробовали очередные шедевры шеф-повара и наши корреспонденты. Ресторан «Болеро» Стильный интерьер, погружающий в необычную атмосферу и очень вежливый персонал – это все ресторан «Болеро». За столь короткое существование он успел заслужить любовь карагандинцев. Музыканты, певцы, танцоры – завсегдаты и концертные программы заведения. А изысканная кухня – это визитная карточка ресторана. «В нашем ресторане очень замечательная кухня. Конечно, каждый ресторан этим гордится. Но мы вдвойне хотим это отметить. Тем более то, что сегодня представлено на пушетном столе – это все сделано руками нашего шеф-повара». Заслужить доверие столь требовательных и искушенных в еде горожан не так-то просто. Однако ресторан смог завоевать его. Люди становятся в очереди, чтобы попасть сюда на зимние праздники. «Здесь можно кушать, здесь можно кушать, здесь можно кушать, потому что кухня разнообразная. Здесь не национальная, здесь на кухне европейская. Но если вдруг вы хотите заказать кухня по своему усмотрению, шеф-повар этого заведения обязательно будет для вас». «Сердце ресторана кухня. Шеф-повар «Болеро» Сергей Прайс. Как и любой другой повар, Сергей не раскрывает секреты своих кулинарных способностей. Каждый день шеф-повар старается удивить посетителей чем-то необычным. «Меню у нас обширное, только малая часть всего, что мы работаем в ресторане. Но это фуршетный стол. Для банки у нас есть отдельное меню, естественно. Очень много разнообразных салатов. Как холодных, так и горячих. Разнообразный горячий кухня. «Вот что вы стараетесь к шеф-повару, сын?» «Саша, молодец?» «Прежде всего, молодец». Ресторан «Болеро» не повторяется. Новшества он носит и в еду, и в концертную программу. Тематические вечера в КП с живой музыкой и отменным меню. Хороший ресторан – это тот ресторан, где человек может почувствовать себя как дома. «Болеро» встречает своих посетителей как раз-таки с этой теплой домашней обстановкой. Амина Смакова, Лжас Габасов, Асхат Айбедулов, Первый Караганинский. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ – балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. Это все новости на сегодня. Напоминаю, телефон новостной службы 1-го Карагандинского 420649. Возьмите, если у вас есть интересная информация. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Аман Сауболсда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова